Привет, Илья! Впереди выходные. Куда посоветуешь сходить? Здравствуй, Максим! Советую приступить к культурному времяпрепровождению не с выходных, а непосредственно с пятницы. В этот день, 21 июля, в Центральном парке культуры и отдыха «Видное» кинопоказ под открытым небом. В 21.30 все желающие смогут посмотреть художественный фильм «Завтрак у папы». Успешный молодой человек Александр Титов живет один. Неженатый мужчина полностью предназначен только себе. Тут, откуда ни возьмись, в его жизни появляется маленькая 10-летняя девочка Аля. Аля решает приехать домой к Саше и заявить ему о том, что она является его дочерью. Фильм для семейного просмотра «Приходите». А в субботу в Расторгуевском парке все желающие смогут опучиться мастерству танца. В программе «Сальса и бачата» для взрослых любого возраста и физической подготовки. Приходите парами, ну или по одному. Весело будет в любом случае. Начало в 17.30. А на стадионе «Металлург» в субботу, 22 июля, впервые отгремит турбошоу. Мероприятие обещает быть крайне насыщенным и будет интересно как фанатам тюнинга и дрифтинга, так и всем тем, кто просто желает хорошо отдохнуть с детьми, неравнодушными к скорости и драйву. В программе мероприятия, кроме всего прочего, третий этап РДА «Дрифт Кап», в котором схлестнутся дрифтеры за престижный кубок российского дрифт-альянса. Начало в 11.00. В воскресенье, 23 июля, в историко-культурном центре любительское объединение «Музыкальный салон» представляет программу, посвященную памяти народного артиста Владимира Трошина. В сценарии мероприятия – просмотр записи выступления артиста вместе с комментариями специалистов. Начало в 14.00. Спектакль о пользе труда, о доверии, порядочности и дружбе покажут для ребят на сцене музея-заповедника «Горки Ленинские». Шкатулка сказок – так называется представление, которое разыграет театр «Антреприза» в субботу, 22 июля. Начало ровно в полдень. И в заключении о кино. На экране кинотеатра «Искра» фильм под названием «Эксперимент-офис». Это американский фильм ужасов. Он рассказывает о 80 сотрудниках международной корпорации «Белко», которые оказались заблокированными в многоэтажном офисном здании в Колумбии. Кинолента получила смешанные отзывы от кинокритиков и собрала 10 миллионов долларов при бюджете в 5 миллионов. Ограничение по возрасту 18+. На этом у меня все, Максим. Не скучных тебе выходных. Спасибо, Илья. Тебе желают таких же.